В городской казне появились дополнительные доходы, но в администрации их сразу нашли куда потратить. Более того, первые корректировки бюджета, предложенные мэрией, прошли одобрение депутатов на сессии Горсовета. Куда же все-таки направят средства, расскажет Оксана Соколова. Корректировка бюджета связана с ростом доходов городской казны на миллиард 300 миллионов рублей. Планируется, что часть этих средств это увеличение общей суммы сборов муниципального дорожного фонда, плюс краевые субсидии на развитие дорог – 815 миллионов. Расходы тоже увеличились на миллиард 300 миллионов рублей. На сессии решили, что миллион 200 тысяч направят на усиление конструкции третьего лицея. В Толнахе проведут капитальный ремонт фасада спортивного зала «Горняк». Арктическое видеонаблюдение, 38 камер внутри дворца спорта, 10 наружных. Затраты на эти цели 5 миллионов 400 тысяч рублей. А также закупят для города два автобуса за 2 миллиона 900 тысяч рублей у дудинских соседей. Два больших МАЗа, вот как у нас желтые ходят. Мы их покупаем в дудинке. Соответственно, подарить администрации дудинки нам их не может, поэтому оценили два автобуса за 2,9. Мы их покупаем, сами перегоняем. Но автобусы в хорошем состоянии, они у них просто стояли, не эксплуатировались. В общем, по итогам первой в этом году корректировки доходы бюджета составили 15 миллиардов 735 миллионов рублей. Расходы 16 миллиардов 472 миллиона. Дефицит при этом остался на прежнем уровне – 737 миллионов рублей. Главные городские финансисты в своих дальнейших оценках и прогнозах по бюджетному состоянию казны пока сдержаны. По итогам первого полугодия мы будем понимать, что в общем итоге и в каком направлении мы будем двигаться. То ли мы получим дополнительные доходы в части прибыли, то ли мы их не получим. Оксана Соколова, Андрей Гришков. Новости Северного города. Новости Северного города. Новости Северного города стали доскональнее проверять, чтобы убедиться в том, что займ вернуть они точно способны. В среднем ипотечные ставки выросли на 3 пункта до 18% годовых. Куда существеннее увеличились проценты по потребительским кредитам. Они прибавили от 3 до 10 пунктов и теперь в среднем достигают отметки 20%. Кроме того, больше стал и первоначальный взнос. Примерно в полтора раза. По старым же кредитам крупные банки проценты менять не собираются. Исключение – валютные займы. Если у наших заемщиков есть валютные кредиты, то при обращении в банк есть несколько способов, несколько типов решения этой проблемы. Начиная от перевода из валютных вкладов в рублевые вклады, заканчивая какими-то различными реструктуризациями или снижениями процентными ставками. Это все рассматривается индивидуально при обращении клиентов. Динамика роста не обошла и депозитный сектор. Банки подняли проценты по вкладам. В результате самыми выгодными оказались краткосрочные вложения. Для примера, например, на текущий момент по вкладу 150 лет надежности на 3 месяца – это 18% годовых. В среднем ставки по вкладам выросли. Выросли примерно на 3,5% пункта. Соответственно, это связано с тем же удорожанием ресурсной базы. Для того, чтобы сберечь накопление населения, было предложено увеличение что в рублях, что в валюте. Правда, вопрос, покроют ли проценты по депозитам уровень инфляции в этом году, остается открытым. По прогнозу главы Центробанка Эльвира Набиулиной, которую цитирует российская газета, она может превысить порог в 15%. Да и в связи с январским понижением ключевой ставки ЦБ с 17 до 15%, некоторые банки в России уже начали пересматривать и проценты по вкладам. В сторону уменьшения, разумеется. А вот кредитные ставки пока стоят на месте. Впрочем, по мнению аналитиков, это ненадолго. Вот что один из экспертов заявляет в интервью информагентству РИА Новости. Снижение ключевой ставки регуляторам – это сигнал для банков, чтобы они начали снижать ставки по кредитам. Не могу сказать, что кредитные организации будут готовы пропорционально снижать ставки, то есть на 2% пункта, но это сонаправленное движение. А если брать кредит пока не хочется или процент не посилен для клиента, что делать с накопленными деньгами, в какой валюте их держать? По этому вопросу мнения экспертов расходятся. Сейчас метание из стороны в сторону. То есть если человек уже сейчас в рублях, то, наверное, не стоит переходить валюту. Потому что, во-первых, потеряет на конвертации, на курсовке. Во-вторых, произойдет все-таки рублевые проценты, а не выше. Ну и, в-третьих, курс рубля у нас привязан, как вы знаете, к курсу стоимости барреля нефти. А какая будет стоимость нефти завтра или послезавтра, никто не знает. Рекомендации, наверное, людям все-таки брать несколько валют, то есть, может быть, доллары, евро, рубли, разбивать по корзинам, для того, чтобы себя, может быть, успокоить и получить больше прибыль. Остается и еще один вопрос. А стоит ли сейчас доверять банкам? Кризис сильно по ним ударил. Не развалится ли в России вся банковская система? Как пишет одно из крупнейших федеральных изданий СЛСБ, она не испытывает критичных для себя шоков. С точки зрения ощущений, я исхожу из того, что банковская система стабильна на сегодняшний день. Это не означает абсолютно, что ситуация чрезвычайно простая или чрезвычайно комфортная. На самом деле, не самая простая и не самая комфортная. Тем не менее, это совершенно не означает, что банковская система испытывает какие-то шоки, которые могут ее подвинуть к краю пропасти. Совершенно нет. Анна Томилина, Александр Вори, новости Северного города. А вот итогом следующей истории стал не финансовый кризис, а кадровый. Не смогли укомплектовать, решили расформировать. Руководство гидропорта Валё провело оптимизацию персонала, сократив службу противопожарной безопасности. Как это отразится на работе, в воздушной гавани выяснял Егор Тулуновский. С сегодняшнего дня этот ангар, где располагался пост противопожарной охраны, находится на консервации. О ликвидации этого подразделения говорили давно. Дело в том, что укомплектовать полным штатом работников пост никак не удавалось. А нехватка персонала была серьезным нарушением безопасности. На данный момент количество личного состава на посадочной площадке не соответствует нормативной численности. Укомплектовать работниками пост ВПО в связи с спецификой нашей профессии и рынка труда, который существует, набрать пожарных, водителей нам не удается. В конечном итоге руководство авиапредприятия пришло к выводу, что проще и дешевле будет просто ликвидировать подразделения. К тому же с 2012 года аэропорт Валёк был реорганизован в посадочную площадку Валёк, а посадочной площадке своя пожарная часть не положена. По закону для обеспечения противопожарной безопасности на взлетке достаточно наличия обычных огнетушителей и сигнализации. У нас в связи с нормативными документами, касаемых посадочных площадок, у нас оборудование, это в частности огнетушители на местах стоянок. Также у нас есть оповещения везде. Кроме того, теперь за аэропортом Валёк будут присматривать аганерские пожарные. Что же касается бывших работников противопожарного поста, то им предложили прийти на другие должности. Все вопросы трудового законодательства будут решены в рамках правового поля. Те работники, которые изъявили желание перейти на работу в аэропорт Норильск, они написали заявление и перейдут туда. Всем остальным будут предложены свободные вакантные должности. И, следовательно, всё будет в рамках закона. Здесь, конечно, не всё так безоблачно. Остаться на Вальке предложено двум работникам. Остальным рекомендовано перевестись в аэропорт Норильск на те же специальности. Такая рокировка вызвала недовольство некоторых работников. И понять их можно. Талыки, но в данном случае всё в рамках закона. А переходить на новое место или искать другую работу поближе к дому – это уже добровольный выбор каждого. Егор Толуновский, Иван Усачёв, новости с северного города. И о происшествиях. 21 авария пополнила сводку за последние 4 дня. В 8 случаях виноваты нетрезвые водители. Одного такого несознательного автолюбителя теперь ждёт крупный штраф и лишение водительских прав. Столкновение автомобиля произошло на улице Вокзальной. Водитель чёрной иномарки, совершая разворот, не уступил дорогу этому автомобилю. Игнорирование дорожных правил и привело к столкновению. От удара машину нарушителя отбросило на встречную полосу, где он вдобавок столкнулся ещё и с грузовым КАМАЗом. Дорожные полицейские установили, что нарушитель был пьян. Вот только сам виновник аварии говорит, он не сидел за рулём автомобиля. Его просто заставили это сделать. Я трезвый сел за руль. Я не садился вообще за руль. Я проходил мимо. Оставили мне сказать, что я сел за руль. Я проходил мимо вообще, в принципе. С места аварии нарушителя доставили в отделение полиции. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. А также компенсация за повреждённые автомобили. В Норильском интеллектуальном клубе Лектории «Обогатительная фабрика» прошла первая в этом году лекция. Приклашённым гостем стал Олег Лавров, доктор медицинских наук, нейро-иммунофизиолог, член Общественного совета Росздравнадзора, соорганизатор одного из первых частных медицинских вузов, а также специалист, успешно сочетающий медицинскую науку и бизнес. Олег Лавров специально для норильских слушателей разработал лекцию, на основе которой теперь планирует выпустить просветительское издание. Но прежде чем оно поступит в тираж, самые основные лавровские цитаты и рекомендации первыми узнали слушатели фабрики. Итак, совместный гуманитарный проект Норникеля и медиакомпании «Северный город» впервые посвящён медицине. О здоровье наизнанку Ольга Мокряк. Приём ведёт доктор Лавров. С одной лишь разницей. Здесь не его пациенты и отнюдь не медицинская аудитория, но определённо те, кто выбирает жизнь в гармонии с организмом. Что здоровье все видят по-разному – это факт. И Лавров сегодня ставит цель хоть как-то приблизить взгляды экспертные и обывательские, чтобы пациент врача понимал и наоборот. Советы подчёркивает доктор он не даёт, а призывает слушателей к собственной ответственности за своё здоровье – самостоятельно накапливать информацию о себе. Если вы попали к хорошему доктору, который любит разговаривать, пожалуйста, рассказывайте ему детали, рассказывайте ему тонкости, рассказывайте ему ощущения, рассказывайте ему что-нибудь, где у вас есть некая обратная связь и знание о себе. Непрофессиональные советы соседей, друзей исключить. Прекратить бессмысленное самолечение, подружиться с организмом – да, и не впадать в уныние. Пред этим медицина бессильна. Выписывает один за другим рецепты врач Лавров. Из списка, казалось бы, общепринятых парочка тех, с чем согласиться из-за стойкого стереотипа сложно. Например, не заставляйте детей постоянно мыть руки перед едой. Или откажитесь от ежедневных средств для чистоты и гигиены. Пожалуйста, не поддавайтесь логике. Прекратите использовать химию постоянно. Ну, прекратите. Не надо мыть унитаз вот этой гадостью. Не надо мыть посуду. Кстати говоря, буду сейчас пугать вас специально. Все, что существует из всех химических средств, которые вы применяете для посудомоечной машины и для мытья посуды, все остается на посуде, и все приводит к воспалительной реакции желудочно-кишечного тракта. Теперь о боли. Радуйтесь, господа, говорит Лавров, если у вас что-то болит. Во-первых, это что-то у вас есть. Во-вторых, ваш организм с этим уже борется. И как раз болью подает сигнал о своих трудах. Ну как же, дискутирует публика, головную боль же терпеть нельзя. Но бесконтрольный, бездумный прием таблеток еще хуже, настаивает врач. В Европе вообще за это наказывают. Выпил таблетку без разрешения врача, лишился медстраховки. Если бы люди знали абсолютный медицинский термин «нормы», то пациентов в клиниках было бы меньше, уверен Лавров. Маркетинг в этом смысле, так и фармацевтический, который тоже стал продуктовым, сделал из рынка фармацевтического рынок продуктовый. Мы с вами начали есть таблетки, как продукты. Не-не-не, так нельзя. Нет, таблетки это не продукты, их есть просто так нельзя. Примерно столько же неприятностей, как от горстей пилюль, может принести разве что резкая перемена климата. Зная любовь норильчан к зимним отдыхам в жарких странах, врач грозит пальцем. Ай-яй-яй. В сравнении, жизнь в полярную ночь может быть куда полезнее резкого переезда с севера на юг, если правильно к этому подойти. Нужно выстраивать свой график жизни в соответствии с природой. Но если природа впадает в депрессию в полярной ночи, ну и ведите себя соответственно. Что же вы себя ведете-то, как будто лето. Ну, если вы соответствуете природным циклам, если вы это делаете как-то умеренно, если вы, как я говорил сегодня, ведь люди из-за полярии почему-то считают, что четыре раза в год съездить в жаркие страны – это хорошо. Нет. Это не очень хорошо, господа. Правда, не очень хорошо. Будьте аккуратны. Это хотя бы один раз. И делайте так, чтобы у вас была возможность восстановиться. Изменить неправильные привычки в понимании Лаврова значит перенастроить свою систему, запустить механизм самовосстановления и просто поддерживать его. Организм будет признателен, а вы будете здоровы. Я думаю, что у меня вообще начнет устроиться диалог с организмом. Потому что надо признаться, что я не очень слежу за своим здоровьем и обнаруживаю то, что что-то у меня не так, только уже после того, как это принимает какие-то серьезные обороты. Я как раз с медициной не связана, и для меня прозвучало достаточно большое количество полезной информации. Как минимум, я убедилась, что я поступаю совершенно правильно, имея своего семейного домашнего врача, который, про меня и про всю мою семью, имеет очень большое количество информации. Для меня было очень важно взаимодействие энергетики человека с здоровьем физическим непосредственно и отношение фармакологии, фармацевтики, медицины в таком классическом состоянии к духовной составляющей. То есть для меня это был первый человек, который действительно говорил о медицине и классической, и духовной. Я всегда считал, что надо всегда вдумчиво относиться к своей жизни, и человек электронно лишь это подтвердил. Просто вдумчиво относиться к своей жизни. Все. Здоровье начинается с любви, с любви к самому себе. Это профессиональное мнение доктора Лаврова четко прослеживалось и в теме социального квеста в честь Дня влюбленных и оформлено в Валентинках. Вспомнить лучшие слова о любви, найти пару из обрывков фраз, стихов, цитат, в перерыве между медицинскими часами предложили всем слушателям фабрики в награду Валентинка с любовью от клуба «Лектория». Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил и разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. После перерыва культ «Минутка». Традиционный формат клуба «Лектория» тоже в концепции темы лекции – здоровья. Культ тела, презентацию красоты и крепости представляет Федерация бодибилдинга и фитнеса «Заполярье». Нет такого человека, который бы себя не подтянул, не привел в форму при помощи бодибилдинга. То есть это подходит абсолютно всем. Возможность познакомиться с сильными людьми, созревшими в условиях крепкого севера, у Олега Лаврова появилась и еще раз. Но уже не в стенах клуба «Лектория», а за рулем снегоходов, в эко-поездке, организованной медиакомпанией «Северный город» и объединенной дирекцией заповедников Таймыра. Такой подарок гостю города, как жест двустороннего обогащения. По заснеженной тундре, навстречу морозному ветру, с остановками на чай, заездами в исторические места. Сюда находились воинскую часть. А вот там, интересное место, там лежали деревянные ракеты, муляжи ракет, специально, чтобы их можно было обнаружить. А для чего это для маскировки? Ну, для... Обманывали, для какого-то, к самой съемки. Для съемки, для спутника съемки. А где настоящих-то, я его никто не знает, да? А здесь, может, настоящих и не было. Ага. Настоящие, может, были в другом месте. Путь по таким необычным маршрутам впечатлил гостя города. Мы счастливые люди. В нашей большой стране есть все времена года. И вот, когда приезжаешь на настоящий север, понимаешь, какая большая у нас страна. И что такое настоящий север? Я вообще, так сказать, вот сегодня в тундре первый раз. Вот мы выехали к Плата. Конечно, сила и красота северной природы совсем другая. Но это лишь начало развития природной инфраструктуры за пределами промышленного города. Наша задача – помочь, обеспечить, обеспечить территорию, чтобы люди действительно могли приехать и провести свой доступ безопасно и комфортно. И в этом году мы начинаем благоустройство озера Лама с возведением там домов из клееного бруса. Надеюсь, что к следующему сезону, уже к осени, мы возведем все необходимые объекты и будем рады принимать гостей. Таким образом, обогатительная фабрика сможет показать своим уже будущим гостям-спикерам и путораны, жемчужину Заполярья, природный шедевр Таймыра. Ольга Мокряк, Иван Усачев, Михаил Чернов, Андрей Гришков. Новости северного города. И напоследок о приятной статистике. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, прижился ли в России католический день Святого Валентина. Так вот, оказывается, его ждет каждый второй россиянин и чаще всего в возрасте от 18 до 24 лет. Никуда не ушла и традиция бракосочетаний Валентина в день. ЗАГСов самый плотный. Северный город тоже не отстает. Молодожены доверяют святому, как оберегу семейного союза. Норильский ЗАГС принял 21 заявление на регистрацию 14 февраля. Это несколько меньше, чем в прошлом году. Но дело не в падающей популярности Святого Валентина, а в естественном процессе миграции. Население города сокращается, подмечают в ЗАГСе. Но даже 21 церемония – это в три раза больше, чем в обычную субботу. В этот раз в Валентинов день прошло 10 росписей торжественных. Остальные закрытые, не публичные. Добавлю, что свадеб в Норильске примерно на полтысячи больше разводов. А вот крепче ли союзы, закрепленные подписью 14 февраля, эта статистика умалчивает. В середине недели на Таймыре солнечную сухую погоду с крепкими морозами сохранит небольшой антициклон, который пока удержит свои позиции и продолжит выхолаживать воздух. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, атмосферное давление существенно не изменится и составит 758 мм ртутного столба. Ночью у Норильской переменной облачности, засадков, ветер северо-восточный – 2,7 м в секунду. Температура воздуха в Норильской будинке – минус 32,35. Облачность, засадков, ветер северо-восточный – 2,7 м в секунду. Температура в Норильской будинке – минус 28,31 градусы. Здравствуйте, это «Запромат» и сегодня мы поговорим об оторванности. Эта оторванность, географическая, ситуационная и иная, порой приобретает весьма странные формы. Вот в понедельник на сайте Федерального бизнес-агентства, которое называется «Экономика», сегодня появился небольшой материал, посвященный моногородам. На таком дело выступил эксперт управления экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Евгений Гошо. Так вот, читая этот материал, малый объем которого никак не может ответить на глобальный вопрос, нужны ли России моногорода, Сюрреализм ситуации. Эксперт вроде бы уважаемый человек, аналитик при правительстве, и говорит, казалось бы, по делу, например, о том, что Россия Сибирью и Дальним Востоком прирастать будет, ведь богатство природное осваивать надо с энтузиазмом и знанием дела. Люди бы поехали, если бы для них были нормальные теплые домики, соответствующие условия. Даже из Санкт-Петербурга бы поехала молодежь, которая поедет вслед за молодежью с Кургана и, возможно, с Иктывкара и Норильска. Молодежь из этих городов активно едет в центральную часть России, потому что работы в своем регионе нет, а на Дальнем Востоке, в Сибири, будет и реальная работа, и обустройство территории, плюс обработки, говорит эксперт в интервью изданию. Вот эти теплые домики и следующая за этим сентенция эксперта о том, что вахтовый метод – это то, что не требует безумно больших денег, а часть проектов спокойно решается на уровне городского поселения, которое своими потребностями просто вытаскивает энергоресурсы, сводит ценность экспертного мнения до абсурда, а ценность издания к нулю. Потому что говорить, скажем, про работы – чушь. Работы в нем много, но молодым сейчас нужен другой уровень жизни, другая инфраструктура, из-за чего они меняют свой север на тот же Питер или Москву. Соблазнять их домиками на новой целине – просто бред. Бывают ли такие эксперты дальше того же Иркутска? Сомнительно, хотя, конечно, страной даже такой огромной проще всего управлять из столицы, распоряжаясь, к примеру, природными богатствами, почитанными другими, и распоряжаться трудовыми ресурсами, которые подрастают на окраинах большой страны, тоже проще из теплого столичного кресла. Вероятно, сытным московским экспертам очень удобно, когда Сибирь и Дальний Восток должны осваивать Норильчане и Сыктывкарцы. Хорошо, когда голова своя, но когда руки чужие, видимо, все же лучше.